Здравствуйте, меня зовут Марина, я специалист команды студии Михаил Бусь. Сегодня мы поговорим с вами о массаже лица, который очень важен для людей с 25 лет. Сегодня мы поговорим о том, когда можно делать массаж лица, когда нельзя, по показаниям и противопоказаниям массажа. Массаж показан для всех, для мужчин и женщин, которым исполнилось 25 лет, так как после 25 лет наша кожа не вырабатывает достаточное количество коллагена и происходят возрастные изменения. Поэтому лучше раньше начать это делать, для того, чтобы упругость кожи сохранялась долго. Массаж лица хорошо подтягивает контур, овал, подбородка, хорошо расслабляет мышцы лица, ускоряет лимфоток. Этот массаж исполняется довольно-таки глубоко, для того, чтобы глубоко проработать мышцы, расслабить и привести в тонус те мышцы, которые у нашей расслаблены. Для того, чтобы создать вот этот лифтинг эффект. Также имеются противопоказания к массажу. Это аллергическая реакция, это акне, это какие-то высыпания на лице, проблемы с кровеносной системой. Скажите, а при беременности можно делать массаж? Массаж лица при беременности будет очень хорошо, так как будет хорошо снимать отеки, будет снимать под глазами темные округи. Также будет расслаблять будущую маму, будет снимать напряжение эмоциональное тоже. Это очень хорошо расслабляет. Также убирает мелкие морщинки, убирает глубокие мимические морщины. Да, и насколько я знаю, что массаж лица самое эффективное и безопасное средство, метод борьбы для и морщин, и всего, и подтяжка, и ботокс, ничего, никакие уколы красоты являются таким безопасным. Это самый, на самом деле, безопасный массаж. И здесь плюс еще в том, что массажист может контролировать силу, и он вполне безопасный, только если нет там противопоказаний. У нашей модели такой сразу красивый цвет лица, такой румянец появился, это прям украшает. Это потому, что мы стимулируем лимфоток, мы спускаем все в лимфатическую систему, к большим лимфатическим узлам, для того, чтобы вывести токсины, лишнюю жидкость, и чтобы снять отеки таким образом. Я когда первый раз делала этот массаж скульптурирующий, у меня на следующий день был возле подбородка крепатура. Сначала думала, что меня кто-то ударил, а на самом деле это та самая крепатура после массажа, в результате которого и овал лица становится более классный такой, угловатый. На самом деле крепатура после массажа лица, это вот и есть тот листинг эффект, подтягивающий. То есть ты уже после массажа встаешь и чувствуешь уже, как будто ты помолодел. Да, а если это делать курсом, это вообще круто. Вот, так про курс тоже хотела сказать, что если вам уже за 30, то стоит лучше проходить массаж курсом. Это от 10 до 15 процедур. И после 35 лет желательно проходить массаж 2-3 раза в год курсами. И поддерживать раз в неделю, хотя бы в неделю после курса. Для того, чтобы стимулировать лимфоток, опять же, чтобы эффект держался дольше. Да, несомненно, я с вами соглашусь. Ты помимо эффекта визуального для здоровья, это такой кайф, это такое расслабление. Это очень круто, да. И на самом деле мужчины тоже любят массаж лица, так что этот массаж подходит для мужчин и для женщин. Мужчины тоже любят быть красивыми сейчас. Да. Правда. Анечка, как вы себя чувствуете? Прекрасно. Да, лицо блаженное. Точно кайфует. Мы все легкими движениями спускаем. Пимпатическим узлам. Обязательно затрагиваем зону ушек. Здесь тоже находятся лимфоузлы. Тоже нужно активировать лимфоток. Шереновертниковую зону декольте мы захватываем. Шереновертниковую, да, мы захватываем. Зона декольте тоже очень важна. Тем более, если уже вам 30+. Так что мы начинаем, 30+. Бабочка, баба ягодка опять. Кожа невероятная, достаточно количества коллагена. И мужка начинает уже... Нужно помогать это делать. Ее нужно увлажнять, потому что она начинает терять влагу. И делать какие-то процедуры на самом лице. Причем я еще раз повторюсь. И вы со мной, наверное, согласитесь, я как пользователь косметологических услуг всевозможных. И все, это только самое лучшее, это массаж лица. Все остальные... Ручной, да. Все остальные, которые механические, пресс, там, карбон. Все, что, все возможное, что есть сейчас для... Больше для зарабатывания денег. Ничто не сравнится с массажем ручным лица. Знаете, об этом говорят многие. На самом деле, что вот ручной массаж, это... Так же, как и у массажа для тела. Все же, чтобы... Руками. Руками. Самое эффективное. Все, что аппаратное, это для облегчения труда массажиста. Ну, это нет, никто не чувствует, с каким силой, каким зонам выделять. Все очень универсально. Да, можно контролировать, подобрать, как вот идет персональный подход к человеку, к усиле, по его потребностям, что ему нужно. Да. Поэтому, да, всем рекомендую, выбирайте ручной. Ручной массаж и тени в силу. Не забывайте приходить на массаж лица. Потому что лицо, это тоже очень важная часть нашего тела. И она всегда видна вам. Очень важно прорабатывать грудные мышцы. У девочек особенно, так как у него есть грудь, и это немножко тяжело на грудную мышцу. Ее нужно расслаблять. Это тоже дает такое хорошее расслабление. Да, мы всегда говорим в наших студиях, что у нас нет мужчины-женщины-массажиста. У нас специалисты, они бесполые. Но когда ты ходишь на данный массаж к женщине, то можно расслабиться. Да. И это, да, и массаж декольте, он плюс к кайфу массажа лица, массаж декольте. Но это просто, я тоже очень рекомендую не пренебрегать этим массажем, потому что просто тройной эффект. Также массаж декольте, это профилактика провисания груди, растягивание. Спасибо большое, Марина. Спасибо. Вы заканчиваете. Мы получили массу удовольствия, только смотря... Спасибо. Я тоже получила массу. Да, вы, уважаемые телезрители, ютуба-зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Па-па. Пока.